Чудовищный объем информации, что ежедневно обрушивается на каждого из нас сродни яду, который отравляет психику, так считают сотрудники одного из музеев швейцарского Берна. Написано музей, на самом деле больница, клиника информационной дезинтоксикации для тех, кто ни дня не проживет без телефона и интернета. Считается, что общение это что-то позитивное и необходимое, как пища, например. Но если вы едите постоянно одно и то же или переедаете, от переизбытка информации ведь тоже можно заболеть. Телевидение, интернет, реклама. Только СМС-сообщение каждую секунду посылается не меньше 200 тысяч. А если читать все, что ежедневно выкладывают в Твиттере, понадобится 20 лет. Современные средства связи облегчают наше общение, но и создают реальную угрозу. Можно просто перегреться, перегореть. Бессонница, стресс, хроническая усталость. В клинике всерьез считают все болезни от головы. Степень ее перегрева определяют с помощью теста. Например, выключаете ли вы мобильный, когда отдыхаете? Никогда. Никогда я не выключаю телефон. Вот в чем проблема. Я боюсь остаться вне связи, хотя ужасно раздражает, что порой звонят просто так, без дела, в самый неподходящий момент. Килограммы информационного хлама, мегабайты электронной чепухи. В клинике подчеркивают, человек не только жертва, но и виновник этого переизбытка. Я в день отправляю не меньше 15 смс-ок. Сейчас думаю, да, это многовато. Четыре разноцветные двери, четыре степени информационной интоксикации. Красная – вам нужна срочная госпитализация, абсолютный покой и изолированность от внешнего мира. Оранжевая – как путевка в санаторий. Шум волн, прибрежная галька и замки из песка. Желтая дверь – физиокабинет, где информацию учат сортировать, как это делал 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр. Важно или не очень? Срочно или может подождать? Я чувствую себя сейчас гораздо лучше, это очень полезный совет – сортировать. И только за зеленой дверью ничего нет, просто выход. Пропуск в зеленую дверь достается, как правило, людям пожилым. Они редко пользуются мобильным интернетом и чаще бывают на природе. У них проблем с передозировкой информации обычно нет. Переварить всю информацию, которая обрушивается на нас ежедневно, просто невозможно. Только вдумайтесь, в мире через интернет, электронную почту, телефон, газеты, радио, телевидение, через все, что мы видим и слышим, проходит 7 335 гигабайтов информации. В книжнем измерении это было бы десятки тысяч миллиардов томов ежедневно. Прочитать и запомнить которые не по силам никому. Так может, не стоит и пытаться. Жанна Галакова, Вячеслав Черешко, Первый канал, Берн, Швейцария.